Новогодние праздники закончились, но это не значит, что и развлечения тоже. Выходной день или свободный вечер всегда можно провести весело и с пользой, например, на льду. Покататься на коньках в Мурманске можно было и во время новогодних каникул. Стадионы работали почти все праздничные дни. Принимали посетителей, развлекали флешмобами и акциями. Настроение прям веселое, отличное, лед крутой. Давно не выходили, вот сегодня с подругой первый раз вышли, в этом году классно. Здорово, музычка, настроение отличное, лучше, чем в гостях. Просто весело проводить время, кататься, общаться с друзьями. Настроение замечательное, несмотря на то, что погода такая у нас хитрая, оказывается, в январе, и встретила наш 20-й год дождиком, нас это не смутило, мы здесь и нам нравится очень. Мы первый раз на катке, у Леры у нас первый раз, но первый раз на большом катке. Действительно, теплый январь стал неожиданным сюрпризом в новом году. Высокая температура в Мурманской области держится до сих пор. Однако, это вовсе не повод для отмены зимних забав. Благодаря нашим, можно сказать, коллегам, да, хоккеистам, хоккеистам с мячом, здесь очень такая сложная структура льда сделана, подушка большая. И сегодня для того, чтобы сохранить, просто сняли вот этот мокрый лед, и поэтому вот он сейчас такой в достойном качестве. Вот эти все депрессивные состояния заполярья, все они снимаются, на мой взгляд, самым лучшим образом, это естественными факторами. Прохладный воздух, движение, всех призываю, еще много новогодних праздников впереди, проводить их на лыжах, на коньках, активно двигаться. Катки на больших мурманских стадионах, в том числе строители, открыты для всех желающих. И тех, кто только хочет научиться делать первые шаги, и тех, кто в силах сделать на льду размашистый ойлер.